На базе средней школы номер 3 во вторник, 22 января, прошел семинар по гражданско-патриотическому воспитанию на основе государственной идеологии. В рамках семинара состоялось ток-шоу «Купляйте белорусское», подготовленное членами клуба «Политолог». Колесо истории неумолимо вращает время вперед. На смену старшему поколению приходит поколение «некст», поколение тех, кто желает действовать. А действовать – это в первую очередь повышать не только нравственный потенциал, но и поднимать материальный уровень, а значит улучшать экономическое положение нашей страны. И сегодня я предлагаю обсудить вопросы экономического развития и приглашаю всех присутствующих принять участие в нашем ток-шоу. В ток-шоу приняли участие представители управления образования, газета «Слонимский вестник», финансового отдела исполкома, частного предприятия «Румгиль», фабрики художественных изделий, а также предпринимателей города. Тема ток-шоу «Купляйте белорусское» сама по себе довольно интересная и спорная. В ее обсуждение активное участие приняли не только взрослые, но и школьники. Мама выбирает. Я не знаю, что покупает, мне все нравится. Ну, Женя выбор делает мама. Хорошо. Хочешь, Вика, пожалуйста? Да, пожалуйста. Можно смесь, да? Да, пожалуйста. Я предпочитаю вообще, в принципе, продукцию не белорусскую, а продукцию, ну, зарубежную. А почему? Потому что вообще, по мнению, продукция зарубежная отличается как большим выбором количеством, световой гаммы. Или, ну, мне нравится, как молодежная. Также и качеством лучше, доступностью, как говорили все предыдущие, ну, в ролике. Белорусские товары, хоть все эти, ну, достаточно качественные, но стоят хороших денег и средний класс. Позволить их не может не всегда. Также, как в моем возрасте, молодежном, мне больше нравится и больше выбора. Я могу найти среди российских, других, ну, итальянских товаров, да, чем у нас. У нас, в принципе, все банально и как-то одинаково и особо такой разницы нет, не вижу. Я люблю все белорусские вещи, мне будет комфортно. Хорошо, спасибо. Я считаю, что белорусская продукция, она очень хорошая, но надо делать более молодежную линию, потому что в Беларуси много молодых людей, которые тоже хотят красиво выглядеть, одеваться, носить качественную одежду с приемной ценой. Хорошо, спасибо. Так же, нет? Нет. Сейчас я скажу, не прошу. Я думаю, что совершенно случайность, что мы, например, родились в этой стране, так как мы могли родиться совершенно другой страны. И поэтому, поддерживать или не поддерживать нашего производителя, это сугубо, ну, каждого мнения. Дискуссия получилась довольно жаркой. Ну, здесь вообще тема такая широкая, задронутая, да, купляется белорусская, но почему-то сконцентрировались вот только на небольшом сегменте, на одежде, да, но, наверное, потому что это более как-то так это значимо для данной возрастной аудитории, да. Ну, что касается меня, ну, практически все, что на мне сейчас одето, это белорусское производство. Костюм, трикотаж, рубашка, обувь, часы, иностранная фирма, но белорусская сборка, по крайней мере, на нашем заводе собранная, да, руками наших рабочих. Вот. Поэтому я хочу сказать, что я голосую за белорусские товары. И это делаю не только я. Я, бывая за границей, не единожды, я сам наблюдал, как разметаются белорусские товары в тех магазинах, которые есть за рубежом, вот Россия в частности, да, есть фирменные магазины Белвест, есть фирменные магазины Марка, есть фирменный магазин Луч в Санкт-Петербурге. Там товары не залеживаются. И для россиян само слово «белорусский товар» — это уже значит знак качества. Причем рекламы там особой нету, то есть сам товар создает для себя рекламу. Участники ток-шоу сделали вывод о взаимосвязи покупательской способности и развитии белорусской экономики. Я считаю, что без реализации белорусского производства невозможно развитие экономики. Ученики средней школы номер три вносят свою лепту в популяризацию белорусских товаров. Санкт-Петербурге Каждый участник ток-шоу остался при своем мнении. Покупать или нет белорусские товары зависит от вашего желания. Моего преподавателя философии, который на очень наглядном примере это все иллюстрировал, он из самого круга на доске говорил, вот этот круг — это область наших знаний, а вокруг — это область незнаний. И по мере того, как мы... Ну, тут мы будем говорить о потребностях, да, знания и потребностей. По мере того, как растут знания, увеличивается и больше потребностей. Наверное, я думаю, что этот пример можно здесь привести, потому что человек развивается, более богатый, более разнообразной становится его деятельность, более разнообразными, соответственно, становятся и потребности. Общество не стоит на месте. Ну, вы даже на себе это чувствуете, да. Ритм жизни сейчас становится более насыщенным, чем он был 10-15 лет назад, да. Знания обновляются теперь каждые 5 лет, да, как говорят ученые. И для того, чтобы успевать за этим ритмом, приходится постоянно учиться. Даже люди моего поколения, более старшего поколения уже, наверное, на себе это чувствуют, что без постоянного развития, без постоянной учебы, без достижения каких-то новых целей, новых результатов говорить о каком-то развитии и о каком-то качестве жизни не приходится. Поэтому и вас тоже к этому призываю. Развивайтесь, стремитесь, обладевайте, мечтайте, достигайте, добивайтесь. Ну, вот, наверное, те ключевые слова, которыми я хотел бы к вам обратиться сегодня.